здравствуйте с вами или на и мой канал и на довольна сегодня игры довольно путина и его агрессии в украине сегодня 30 сентября 2022 года знаменательный день этот день войдет в историю и он войдет в историю как один из ужасных дней этой истории сегодняшнего дня благодаря действиям президента россии владимира путина захватившего власть моей стране это начало превращения россии в абсолютного изгоя полного и абсолютного отделенного от всего мира это начало приближения самых трагических страниц в истории моей страны это начало конца россии как таковой я очень надеюсь что это не начало конца всего мира потому что это очень даже может быть что это начало третьей мировой войны но не будем чересчур драматизировать я все еще надеюсь что здравый смысл преобладает что путина арестуют и уберут от власти и будут судить за его военные преступления и так что же сегодня произошло очередная ложь владимира путина которую я сейчас буду тыкать его носом и напоминать всем гражданам россии гражданам украины и мира о том что в современных условиях все что говорят лидеры все что говорят многие и это записывается все это остается в интернете и потом вполне возможно призвать вас к ответу за то что вы сделали за то что вы сказали сегодня я призываю к ответу владимира путина то что вы сегодня услышите это речь части речи господина путина о войне в украине о присоединении так называемых донецкой луганской республики запорожской херсонской запорожской херсонской частей запорожской херсонской областей к российской федерации его полное искажение истории его услышите немного речи президента украины зеленского а также генерального секретаря нато столтенберга и так это видео канала настоящее время как менялись слова путина войне в украине и мобилизации но мы сейчас поговорим о его территориальных претензиях в наши планы не входят оккупации украинских территорий 24 февраля 22 года мы никому ничего не собираемся навязывать силы появление российских войск под киевом и у других городов украины связано не с намерением оккупировать эту страну у нас нет такой цели мы сделаем все чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума для того чтобы люди могли выразить свою волю теперь уже говорит о референдумах какое право россия имеет право проводить референдумы в чужой стране а референдумах я сказал своем предыдущем видео вы можете его посмотреть которое говорит название видео молчание ягнят в русском стиле то есть вот что говорил путин еще совсем недавно что не собирается приседать некие территории и даже уже в конце вот этого видео вы можете посмотреть его целиком там много еще чего есть он заявляет что уже начинает говорить о референдумах и так далее то есть это захват чужих территорий на россию никто не нападал россия напала на украину и в 2014 году и в 2022 эту войну развязала и поддерживала россия все эти годы и за это несет ответственность лично владимир путин и вот что он хочет нам сказать сегодня уважаемые граждане россии граждане донецкой и луганской народных республик жители запорожской и херсонской областей депутаты государственной думы сенаторы российской федерации вы знаете в донецкой и луганской народных республиках запорожской и херсонской областях состоялись референдум их итоге подведены результаты известны люди свой выбор сделали однозначный выбор сегодня мы подписываем договор о принятии в состав россии донецкой народной республики луганской народной республики запорожской области и херсонской области уверен что федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образования в россии четырех новых регионов четырех новых субъектов российской федерации потому что это воля миллионов людей до миллионов людей каких миллионов людей более 12 миллионов украинцев вообще покинули страну это воля одного человека путина и поддерживающего как например вот эта госпожа матвиенко это она лично виновата в том что конфликт на донбассе природ перерос в эту войну масштабную и в том что не были введены миротворческие силы оон потому что лично она говорила что это нелогично в то время как дочери путина сынок матвиенко войне не участвуют также как не участвуют сынки олигархов и дети олигархов украине даже женщины воюют вот что происходит когда зарвавшийся царёк приходит к власти стране с ядерной кнопкой вот этим своим выступлением путин бросил вызов всему миру и поставил мир на грань ядерной катастрофы запомните этот день а это то что хотят сказать это тоже канал на настоящее время сегодня выступал также президент украины зеленский и вот что что они говорили мы робому свей в изначальный крок подписывающий заявку украины на вступ у пришли чиному порядку в нато то есть это говорит господин зеленский о том что теперь украина просит принятие в ускоренном порядке в нато украина который не собиралась вступать в нато который только хотел торговать с европой теперь просит ее принять в нато причем в ускоренном порядке нато это защитный альянс чтобы вы знали но тем не менее одна из целей путина было не допустить расширения нато теперь швеция и финляндия мирные страны вступают в нато потому что они боятся российской агрессии и украина все чего хотела украина в 2014 году это торговать с европой подписать с ними соглашение все не было никаких разговоров во вступлении в нато не было разговоров о закрытии советской российской базы севастополя ничего а теперь уже держава будет видно ведь всего ворога ворога не тихо украины алый самого життя люди ности закону и правда россия уже знает и ведь чувая нашу медь бачить что сами тут в украине мы доводим а силу наших ценностей и сама тому вона поспешая влаштовые цей фарс и с пробой анексии намагается вкрасти те что ей не належит хочет вбивствами знущениями шантажем и брехнею переписать историю и перемалювать кордон украина цего не допустит мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь все боевые действия ту войну которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров мы к этому готовы об этом не раз было сказано но выбор народа в донецке луганске запорожье херсоне обсуждать не будем вот какой лжец я на своем канале убедительно доказываю что войну на донбассе и в украине вообще развязала россия абсолютно бесспорно это доказываю и путин кстати подтверждает то что я говорю лично поэтому посмотрите пожалуйста мои видео в плейлисте называется важно знать о войне украине и вот сейчас он еще имеет наглость лгать всему миру и ввергать мою страну россию в пучину экономических санкций в пучину полной изоляции в пучину полного разрушения российской экономики который может наступить уже этой зимой ради своих имперских амбиций и ничего больше запомните то что путин говорит сейчас мы призываем мы де-факто союзник цем же досягнуто де-факто мы уже пройшли свой шлях в нато сьогодні украина подает заявку чтобы сделать это де юре за процедурой яка відповідатиме нашему значению для захисту всієї нашої спільноты у пришвидшеному порядку ми знаємо що це можливо ми бачили як цьогоріч фінляндія і швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства це справедливо справедливо і для украины це закріплення на рівні договору того що і так вже досягнуто в житий господин зеленський так же говорит что говорит о том что бесполезно договариваться с путиным и он абсолютно прав человек отолгал настолько много и настолько давно что разговаривать с ним бесполезно и договорить никакие договоренности с ним не будут подписаны он надеется на то что в россии придет власти новый адекватный человек в качестве президента и вот с ним уже украина будет вести переговоры с путиным договариваться бесполезно это сказал господин зеленский а вот это сказал господин подоляк советник главы офиса президента зеленского не хотели эскалации а вот она аннексий ядерными угрозами тотальной мобилизации россия говорит цивилизованному миру и что со мной сделаете москва пытается поставить демократию на колени продолжим говорить о том как не спровоцировать и ним не масштабировать войну господин подоляк прав так же как и господин зеленский а сегодня еще произошло нечто важное и экстраординарное было это не экстраординарное это уже стало нормой в украине то есть обстрел россиянами и россии мирных жителей обстрел гуманитарных конвоев вот что произошло украинцы украинки украинцы украинки враг начал этот день сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в запорожье ракетный удар по гражданской автоколонне по состоянию на данный момент 30 погибших почти 100 раненых и травмированных российские военные знали куда попадут их ракеты это сделали изверги от первого до последнего от того кто отдал этот приказ и до всех кто этот приказ исполнил они будут отвечать обязательно перед законом и перед людьми людьми вот почему мы уверены в нашей победе именно поэтому мы перехватили инициативу в войне именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы и это очень важно поздравляю героев правда на стороне украины и весь мир это понимает и вот кстати выступление генсека нато на пресс-конференции господина янца столтенберга брюсселя я советую вам посмотреть можете посмотреть целиком это на русском языке ну вот я вам покажу отдельные части узнавать никакую из этих территорий как часть россии мы призываем все государства отбросить эти неприкрытые попытки со стороны россии захватить территории это украинская земля донецк это украина луганск это украина херсон это украина запорожье это украина так и это точно так же как и крым крым это украина уже во второй раз россия захватывает силой украинские территории но это не меняет природу и дальше это остается жестокой агрессивной войной россии против украины это право подать заявку на членство в нато и союзники нато уважают эти права мы неоднократно говорили что двери нато остаются открытыми и россии вы это видели в последние годы низшая эскалация конфликта с начала его и президент путин хочет чтобы мы прекратили поддержку украины ему это не удастся нато и союзники четко говорят что мы будем дальше поддерживать сша сегодня заявил о том что будет больше поддержки я несколько дней пообщался с большим большим количеством руководителей стран и у всех такое же послание они все будут и дальше поддерживать украину я хочу чтобы мы все запомнили этот день это очень важный день в истории человечества нет никаких сомнений у всех стран мира что правда в этой войне на стороне украины ничем не спровоцирована и немотивированная агрессия со стороны россии как в 2014 году так и сейчас ни в коем случае не дает путину право захватывать территории чужих стран мир не знал такой чудовищной войны с 1945 года мир не знал захватов территории на территории территории стран европы со времен фашистской германии сейчас фашистская германия это россия путин это новый гитлер помесь со сталином и его война уже проиграна не только в политическом смысле то есть освобождение украинских территорий это просто вопрос времени путин знает что проиграл именно поэтому он начал мобилизацию именно поэтому он присоединяет эти территории незаконно без каких-либо прав поэтому мир никогда этого не признает и не признавал именно поэтому мир не признал крым и он не признает никогда присоединение этих территорий это грабеж территории украины это убийство украинцев ничем не спровоцированное и не мотивированное Я обвиняю за все это Владимира Путина. Он должен предстать перед судом как военный преступник, а также за свои другие преступления. Коррупцию, разрушение моей страны и России, незаконный захват власти. Можно этот список продолжать довольно долго. Долой Путина, свободу Украине, граждане России, помогите остановить ядерную войну. Помогите не допустить ядерной войны, точнее. Путин недвусмысленно запугивает страны мира и ядерной войной, и голодом в Африке, и взрывом на крупнейшей в Европе атомной станции. В этой войне пострадают все. И в первую очередь пострадает Россия. И она уже страдает. Более 55 тысяч россиян, только убитыми. Это жертвы этой войны. Я помню войны в Афганистане, я помню инвалидов на российских улицах и вообще на улицах Советского Союза, которым потом российское правительство заявило, мы вас туда не посылали. Я помню искалеченные жизни этих людей. И я не хочу, чтобы это продолжалось. Именно поэтому с самого начала этой войны я выступаю против нее. И я борюсь с режимом Путина уже долгие годы. Поддержите меня. Помогите спасти Россию, помогите спасти Украину. И я очень надеюсь, что мрачные прогнозы, которые я сказал в этом видео, не сбудутся. Я твердо верю. Украина будет свободной. И Россия будет свободной от режима Путина. И мир будет свободным от угрозы ядерной войны. Хорошего вам дня или вечера. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok